Всем-всем доброго времени суток, привет, свои зрители с моего канала, добро пожаловать, спасибо, что нашли время и подписались, заглянули ко мне на канал, кстати, про подписки в последнее время, Маша, Вахта, Паракова, и тут очень хорошо, что я сама аж боюсь глазить, не верю своему счастью, уже 27 тысяч подписчиков, возможно, для кого-то это немного, но для меня это достаточно весомая цифра. Следующая наша цель — это 30 тысяч, зачем 50 и затем 100. Я надеюсь, что в ближайшее время эта цифра возможна. Еще, знаете, хотелось бы вас поблагодарить в очередной раз за то, что вы у меня есть, за то, что вы у меня такие, какие вы есть. Для блогера это большое удовольствие, это большое счастье иметь такую аудиторию, такую атмосферу, как у меня на канале. То есть даже судя по комментариям, вы дойдете, вы поймете, о чем я говорю, несмотря на то, что мы все здесь разных национальностей, разных вероисповеданий, языков, понятий, менталитет. У меня на канале всегда такая аура доброты, тепла и уюта. Да, возможно, есть какой-то процент недоброжелателей, назовем их хейтеров, да, но в основном я замечаю, что у меня на канале все такие дружелюбные, порядочные, открытые, живые, доброжелательные. Всегда поддержите, столько всего доброго, хорошего пожелаете. В общем, я даже не знаю, чем я такое заслужила, но я вам за это очень благодарна. А со своей стороны я, конечно, не буду говорить каких-то громких слов по типу обещаю, но я очень надеюсь и очень постараюсь не подвести вас, ваши ожидания, ваши представления. То есть, одним словом, не разочаровать в себе. Итак, утром в моем доме начинается, как и всегда, с кашки, с уборки, с готовки. И, несмотря на то, что сейчас месяц Рамадан и у нас пост, для детей это готовить нужно, вставать вместе с ними нужно. Так, вы знаете, вообще я хотела снять такое видео по типу, ну вот сейчас ноги закидывают, там, рутина Рамадана. Но потом я села, подумала, вот чем отличается моя рутина от обычных моих других дней. Да, понятное дело, как и все, сейчас мы поздно ложимся, больше времени проводим в поклонении, в повторении Аскара, в дуа, в мольбе. Также сейчас мы встаем рано на сухур, но в целом все остается прежним. Также готовка, также уборка, стирка, дети. Как-то показывать все то, что я перечислила в начале, ну то есть в плане поклонения. Снимайте это, показывайте как-то, мне кажется, лишним что ли, показушным. То есть это не для видео, не для блога, это твое личное. Поэтому как-то мы этот момент пропускаем и приступаем сразу вот к таким нашим привычным делам. А это именно освежаю с утра ванну, кухню. Ну то есть у меня не генуборка сегодня, просто вот протереть краники, пропылесосить, собрать пыль, ну что-то такое. Кстати, моя сестра, когда я у него была в последний раз, подарила, ну точнее я его выпросила. Она сказала, что ей она не нравится. Я сказала, ну давай-ка мне. Короче, она купила на ВБ такую вот шиколку с запахом порошка. Она сказала, что для нее этот запах чересчур навязчивый, а по мне прям в самый раз. В общем, этой штучкой я побрызгала все шторы, подушки, диваны и просто кайфую. Правда, запах не прям стойкий, но вот первый час-два, ощущение такой вот свежести, что ты только что убрался, все же присутствует. Если вдруг тут есть такие же любители запаха порошка, как и я, если кого заинтересует данный продукт, я попрошу у нее для вас артикул. И по нашему с вами обычаю, видео у меня должна быть хоть одна распаковочка. И на сегодня это ультразвуковой увлажнитель воздуха с эффектом пламени. Плюс аромодиффузор бренда Дирма. Девча, я давно планировала данную покупку, но все, не доходили руки, все откладывала. Но когда я в последний раз была у врача-педиатра с Эски, у него была пневмония в тот раз. Она когда послушала, сказала, ну в общем, сделала назначение и сказала, обязательно в порядке установить дома увлажнитель воздуха. В общем, в тот раз я его не купила, я сказала, у нас нет его. И так и оставила. Сейчас, думаю, надо обязательно купить, пока наткнулась. В общем, почитала отзывы, он мне понравился и по дизайну, и по своей функциональности. В общем, остановилась свой выбор на таком вот красивом, стильном, негромоздком увлажнителе. Кстати, не просто увлажнитель, это и увлажнитель, и такой вот ночник. Чуть позже покажу вам, как он работает, как ночник. И прибор для ароматерапии. В общем, кто не знает, влажность в доме, это очень важно. У нас, к примеру, в доме теплые полы, плюс отопительный сезон. Ну, в общем, очень жарко, одним словом. И мы постоянно раньше пользовались увлажнителем воздуха, особенности зимой. Но мой тот увлажнитель, он был вот такой вот высотой. Он был очень тяжелый. Я, которая, вот у меня вот двухэтажный дом, который каждую ночь поднимала, спускала. И чистить его, кстати, было тоже очень сложно, потому что он... Короче, видите, вот, например, этот вот раз открыл, залил, по необходимости слил, почистил. То есть есть доступ. В тот доступа не было. То есть нужно было лезть в одну маленькую дырочку всей рукой. Рука, естественно, не пролазила. А если их не чистить вовремя, то есть есть риск размножения вот этих вот микроорганизмов. И, естественно, это все потом распиляется у вас в комнате. Ну, в общем, что не полезно. А этот, видите, мне понравилось и то, что тут, короче, есть доступ к очистке, одним словом. В общем, как он работает. Смотрите. Вот кнопка включения. Так, он включен. Да, вот кнопка включения. Есть также таймер на 2 часа, 4 часа, 6 часов. То есть вы можете ночью его включить, к примеру, в спальне, да, в спальне или же в детской, да, и поставить таймер. Также вот здесь вот можно менять. Вот та самая подсветка. Здесь 6 режимов подсветки. Такой вот синий, то есть можно интенсивно синий. Такой вот слабенький. Ну, короче говоря, и как ночник он служит. А также, смотрите, сюда можно добавить несколько капель вот этого масла, аромамасла. И будет вам такая вот ароматерапия в доме. В общем, вот такое вот хорошее приобретение. Вам тоже советую к покупке. Очень полезная вещь, как летом, так и зимой. В отопительный сезон, сезон простуд. Вот, к примеру, когда вы болеете или же ваши дети с увлажнителем воздуха, кашель побыстрее становится влажным. Нормализовывается температура тела. Также не отекают дыхательные пути. У кого, к примеру, еще сухость глаз тоже вот хорошо. В общем, все плюсы, одним словом. Если вы давно планировали, как и я, идеальное время это прямо сейчас. Приобрести можно на зон. Ссылку я вам оставлю в описании к этому видео. Кстати, уровень шума не шумный. Всего лишь 30 дБ. И цена очень такая доступная. Советую приобретению. Ребят, вот знаете, вот бывают какие-то активные, продуктивные дни. А бывает, что вот совсем нет, ни на что-то не годен. Вот у меня сегодня так, сегодня у меня какой-то вот заряд энергии, что ли. Несмотря на то, что пост, еще раз повторюсь, да. То есть я даже это не связываю с постом. Вы знаете, это у меня бывает и вне Рамадана. Даже когда мы кушаем, например, с утра покушала, да. Вроде бы ты еще не уставшая, но тебе еще ничего не охота. Желание какое-то вот целый день проваляться на диване. А бывает наоборот. Вот даже сейчас, ну, пост, я проснулась какая-то заряженная, с желанием убираться, что-то делать. Вот, к примеру, сейчас решила почистить свои шкафчики, прочистить весь кухонный гарнитур. Ну, хотя бы тот, что я успею протереть все вот эти вот фасады. Пока я не села это делать, мне даже не казалось, что у нас так грязно. Вот, честное слово, так же было со стульями, когда я недавно мыла свои кухонные стулья. То есть я в целом на них смотрела, мне казалось, да, вроде бы норм. Такие же молочные, как и всегда. А вот села целенаправленно их чистить и ужаснулась тому, какие они, кажется, грязные. Вот то же самое сейчас с этими фасадами. Вроде бы мне не казалось, что они такие грязные. А тут начала протирать. Кстати, чищу я их этим жироудалителем. Вот вы знаете, вы его так наносите, да, легонко, то есть эту пену и весь этот жир. Ну, вроде бы откуда бы там взять жиру, да, взяться, точнее, жиру, но все же он как-то есть. Я не знаю, видно, когда я готовлю, что-то делаю, раз там открываю шкафчик, может быть, у меня масляные руки бывают. Но ключи присутствуют не просто грязь, а еще какая-то жирность на этих дверцах. И вот этот жироудалитель прям с легкостью, ну, короче, очень быстро справляется с этим. То есть не нужно долго тереть. Раз-раз протер, и все чистенько. Я бы сказала, я больше трачу усилий не на то, чтобы вот это вот все оттереть, а на то, чтобы потом вымыть вот это вот средство все, да, ну, чтобы не оставалось никакого неприятного налета и разводов. И поэтому я стараюсь частенько менять воду. Но так как не хочется, чтобы оставалась какая-либо влажность, несмотря на то, что я пытаюсь насухо вытирать, оставляю дверцы открытыми, пока чищу следующие, предыдущие у меня просыхают. После чего я уже буду расставлять посуду, ну, то есть наводить в шкафчиках порядок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Уходила, поставила мясо Думала, буду ехать Куплю кефир И приготовлю вот этот Такой есть воздушный Как его? Доргинский хинкал Точно не знаю, в общем Такие вот квадратики Но потом поняла, что я уже уставшая Неохота меня готовить В общем, взяла готовую Такое вот, я не знаю, как этот называется Этот, который вот Не варят, а Мантоварки, по-моему, готовят Взяла его, уже готовится В общем, на ифтар у нас сегодня будет хинкал с мясом. Так, пока сидела, там оформила заказ. Кстати, вот этот рис мне понравился в прошлый раз. Готовила на нем плов. То ли я так хорошо его приготовила, то ли рис, точнее, такой хороший попался. Он такой прям рассыпчатый. Понравился нам, в общем, повторила его. Ой, у Версика, как говорю, у Эски заканчивалась кашка. Взяла овсянку. Побольше взяла молока, потому что на овсянку много у меня уходит. Би-сапагетти взяла, вот кефир взяла. Тоже думала, буду сама готовить, но ничего, пусть будет. Так, яйца взяла на рынке, потому что они там дешевле. Кстати, я говорила, да, лоток сейчас всего 300 рублей. Хорошо, подешевели. Так, впервые взяла из ленты вот такое вот филе бедра индейки. Это, кажется, килограмм, да? Ну, почти килограмм, 928 грамм. Эски. Не трогай. Выглядит, как говядина. Даже. Так, что еще по молочке? Сыр взяла, сметанку, так, сливки, молоко, так, чай и кое-что еще, кажется, уже разобрали. Я, кажется, убрала. Ну, там солнечное масло, напитки. Ну, все вроде бы. В общем, мне немного было нужно, потому что я перед, вот, получается, романданом делала такую большую закупку. Я этих вот раз просто не купила, поэтому, в общем, решила добрать. Просто как летит время. Уже шестой пост. Мы вот повесили новую свитерку. Включила уже фонарики. Сейчас будет темнеть. Осталось буквально 15 минут. И будем разговариваться. Подготовила себе уж тут водичку. Муфиник. Аллаху акбару. Аллаху акбару. Аллаху акбару. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И отправляю все это делится в духовку при температуре 170-180 градусов на 1 час Ну вы конечно ориентируетесь на свою духовку Они обычно всегда разнятся, когда вот электрическая или же газовая Так, затем я решила на гарнир приготовить картошку Я ее почистила, нарезала ребристым ножиком Смазала своими любимыми специями А это паприка, соль, перец и сошеный чеснок Перекладываю в форму Кстати, в форму я залила еще где-то одну кружку воды Это примерно 250 мл Так она получается вкуснее И в общем такой вот ифтар у нас получился Вот такой вот стол, отбивные, картошка И за кадром еще приготовила салатик и заварила чай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!